Всем привет! Меня зовут Леся и вы на канале Леся Китчен. Сегодня на повестке дня у нас с вами галета. Галета из песочного теста с вишневой начиночкой с добавлением творога. Обязательно приготовьте! Очень вкусно! Для теста на галету нам потребуется мука, сливочное масло комнатной температуры, ледяная вода, сахар и немного соли. В емкость, в которой будем готовить тесто для галеты, сразу насыпаем щепотку соли, высыпаем муку. В описании будет под видео. Количество ингредиентов ищите там. Сахар и все тщательно, вот таким вот образом, соединяем. В тесто добавляем сливочное масло, которое мягкое комнатной температурки. И начинаем вместе с мукой хорошенечко все растирать. Сейчас нам уже потребуются наши ручки красивые. И вот прям ручками масло с мукой соединяем. Теперь по чуть-чуть начинаем вливать ледяную воду и продолжать замес теста. Такое вот мягкое тесто у нас получилось. Тесто я помещаю в пакетик и убираю в холодильник на 30 минут, пока займусь начинкой. Для начинки нам потребуется творог. Перемещаем его в чашу блендера. Добавляем сахар. Желательно по вашему вкусу. Но, опять-таки, количество ингредиентов именно по моему вкусу будет указано. И измельчаем до однородного состояния. Вот такой вот гладенький творожок у нас получился. Прекрасный. Можно сахар заменить, например, сгущенкой или медом. Друзья, вторая начинка, которую мы будем делать, она будет у нас из вишни. Вишневая конфи. Вишня у меня без косточек, свежезамороженная. Можно вишню заранее разморозить. Можно прям вот непосредственно при изготовлении конфи. Вишня прекрасно размораживается. Вот уже дала сок. Нам как раз ее нужно довести до кипения. Поэтому все процессы очень быстро происходят. Ну вот, вишня и готова. Теперь к вишне добавим совсем немного сахара, чтобы у вишни осталась кислинка. Чтобы вишенка подчеркивала вкус нашей галеты. После того, как вишня закипит, вот сейчас она закипает, мы добавляем крахмал и сразу же перемешиваем. Сейчас, когда вишня закипит вновь, крахмал будет загустевать. И получится конфи. Смотрите, видите, уже нет жидкости той, которая была. Уже достаточно густой соус. За место вишни можно взять совершенно любую ягоду, которую у вас есть в морозильнике. Будет тоже очень вкусно. Тесто наше охладилось. И теперь нам его нужно раскатать в тонкий пласт. Тесто очень податливое, катается без проблем. Друзья, ну все, тесту придали форму круга. И теперь его нужно переместить на противень. Ну что, тесто у нас уже на противне. Теперь в центр теста выкладываем творожную массу. И хорошенечко распределяем. Но не доходим до краев по 5 сантиметров примерно. Толщина круга у нас миллиметра 3, не больше. Вот так вот распределяем. И теперь сверху выкладываем наше конфи. Десерт просто обалденный. И так же хорошенечко распределяем. Завершающий штрих. Берем тесто и делаем нахлёст. Как бы заворачиваем к серединке. Вот такая вот галетка у нас получилась. Духовка разогрета до 180 градусов. Убираем на 20-25 минут. Вот галетка готова. Остается ее охладить и попробовать. Друзья, ну вот она, наша галетушка готова. Чаек уже налит. Сейчас будем пробовать. Друзья, ну что, вот такая вкусняшечка у нас получилась. Ароматная, чудесная, вкусная. В миру кисленькая, в миру сладенькая. Готовьте. Описание под видео. Ну а с вами была я, ваша Леся. Не забудьте подписаться. Пока-пока.